Здравствуйте, дорогие друзья! В один из солнечных дней Нового года я опять приехал в Зальцбург. И с моей дочкой Мариэль мы решили сходить в одну из достопримечательностей города. Это старинная крепость, в которой во времена смуты и войн укрывались отцы города. И откуда открывается прекрасный вид на панораму города. А мы с вами продолжаем поездку и выйдем из города в сельскую местность, которая тоже считается районом города. Но посмотрите, как здесь живут люди. Здесь проходит вот такой вот канал с чистейшей водой. И вдоль этого канала расположены домики, где люди живут практически уже на природе. Но это район города Зальцбург. Как вы видите, здесь еще есть и такие постройки. Это кооперативные дома, а здесь даже есть вот такие вот лужайки, где выгуливают коров на заднем плане ферма. И люди живут вот в таких вот своих домах, до которых ходит даже рейсовый автобус из города. Ну а мы вдоль этого канала двигаемся в один из достопримечательностей города. Это крепость. Вот там она вдалеке видна, белая крепость. И попался нам по пути вот такое озеро, ребята, с замерзшей водой, где ходили просто чайки по этому льду. Жили утки, жили гуси. И я хотел просто снять это озеро на фоне гор. Как вы видите, гуси не улетают. Гуси, гусы не плавают в воде. Люди их, может, и подкармливают как-то. Ну, мне кажется, им достаточно пищи здесь и без людской помощи. Часть озера не замерзает. Сделал на это специально. Какой-то приток воды сюда существует. Возможно, может быть, теплый, чтобы для гусей были возможности плавать. Вот наша цель. Это крепость наверху. И вдоль этой крепости для людей сделаны вот такие вот, я не знаю, как это назвать, домашние животные здесь гуляют, чтобы не так скучно была дорога в этот замок или, скажем, в эту крепость. И меня удивило даже фламинго, которые вот здесь вы сейчас видите, они просто себя чувствуют так же хорошо, как и вот этот бамбук, который просто растет здесь круглый год. И зеленым остается всю зиму. В принципе, в Вене тоже такое есть. Это дорожка, которая ведет в эту крепость. И люди в такой вот хороший день просто гуляют. На природе любуются красотами. Как вы видите, не только люди, даже и вот эти парапланиристы с ближайших гор стартуют кружать над этой крепостью. И наслаждаясь окрестностями, скажем так, городскими, мы идем по дорожке, которая серпантином поднимается наверх. И подводит нас вот к этой крепости, откуда будут прекрасные виды города открываться. Как вы видите, вот такие вот дома здесь. Конечно, вот на склонах гор австрийцы любят строиться. Может быть, из-за того, что открываются какие-то виды, не загораженные никакими соседями. И эта крепость была как оборонительное сооружение в то время построена. И меня просто как любителя воздухоплавания, скажем так, я строил авиамодели. В свое время мечтал стать пилотом когда-то, возможно. Меня просто притягивали в мою камеру и меня вот эти парапланиристы, которые просто как птицы парили. Они там часами могли в восходящем потоке парить. Ну и, конечно, по пути достопримечательности были вот типа такого женского монастыря, который здесь нам попался по дороге со своей церковью. Все можно пока мы шли посмотреть. Вот такие виды на старый город, как люди живут. Как вы видите, даже все видно, какие террасы у них существуют. И что вообще, как люди обустраивают свое жилье. Над крышами старого оборочного города возвышается крепость Хоензальцбург. Это самая большая и полностью сохранившаяся средневековая крепость в Центральной Европе, являющая символом Зальцбурга. Этот памятник архитектуры каждый год привлекает миллионы туристов в город Моцарт. Крепость Хоензальцбург переводится как «высокая крепость Зальцбург». С высоты смотровых башен крепостных стен открывается завораживающий вид на город и его окрестности. Крепость Хоензальцбург была построена в 1077 году по приказу князя-архиепископа города Зальцбург, которая тем самым коренным образом изменила панораму города Зальцбург. В последующие годы преемники архиепископа продолжали дальнейшее развитие архитектуры крепости. Первоначально это был лишь небольшой замок в романском стиле, но двумя столетиями позже здесь уже стали укреплять и достраивать внешние стены под крепость, а еще через 200 лет добавили мощные башни и бастионы. В крепости в течение времени также не отставала инфраструктура. В 1500 году здесь был запущен первый в мире фуникулер-подъемник для доставки продовольствия и товаров с подножия горы в крепость по рельсам. Примерно в то же время князь-архиепископ Леонард придал ей сегодняшний облик. Первоначально крепость должна была выполнять роль оборонительного сооружения и защищать духовное княжество и книги и ценные вещи архиепископов от вражеского нападения. Не мог я не заснять этих парапланиристов, друзья, мне они так нравятся, как птицы летали. Что я удивился и посмотрел, здесь живут люди, не просто какие-то служащие, а видимо арендаторы этих помещений, этих каких-то комнат, покоев, которые были раньше, у них свои почтовые ящики даже были на дверях. Ну и также в крепости было много музеев, правда они были в это время закрыты, но по проспектам можно было посмотреть там несколько интересных музеев оружием, рыцарских музеев, реставрированные палаты княжеские. В общем, в обыкновенное время посетить эти музеи, эту крепость рекомендую. Наверное, все-таки интересно. Ну и конечно, есть своя вот такая центральная площадь со своей церковью и также, как и везде, есть такой вот мемориал павшим воинам, защитникам этой крепости. Интересная маленькая церковь стоит, такая классическая католическая церковь. Через вот такие вот бойницы открывается вид на город, бросают люди монетки туда, как и в море, видимо, с надеждой вернуться в этот город когда-то. Ну а в этой церкови, в церкви, в католической мне понравилось, были такие, значит, надгробия, скульптурные композиции, как вы видите справа и слева. Это вот эти вот архиепископы, которые основали эту крепость для себя лично, чтобы там прятаться в период неприятных событий. И вот здесь вот они увековечены, я так думаю, что, может быть, это в свое время были надгробия, но и, как обычно, по традиции их устанавливают на стены уже в церквушках. Эта крепость открыта каждый день с 9 утра до 7 вечера. Можно подняться сюда на фаникулеры, на подъемнике, если кто-то не хочет идти пешком по этому серпантину. 15 евро стоит билет на фаникулер. Большого центрального двора, крепости, мы попадаем вот на такую смотровую площадку, откуда открывается обалденный вид на весь город. На старую часть его города, на речку Зальцах и на окружающий город Альпы. Вид просто обалденный. Терраса это очень большого размера. И тут действительно люди фотографируются, делают селфи. Спускаясь уже вниз в старый город с крепости, вот по такой маленькой лесенке, мы увидели старинную пивоварню, пиво Штигель. Это известное зальцбургское пиво, которое здесь же варят и здесь же продают. Проходя немножко дальше, попадаем в старейшее кладбище города Зальцбург, монастырь Бенедиктинов с самым старым и знаменитым кладбищем города Зальцбург. Здесь, как вы видите, вот такие вот фамильные гробницы, склепы так называемые. Они тут поколениями хоронят своих родственников усопших. И, конечно, убранство этого кладбища, эта красота могил, вот эти памятники просто как произведение искусства. Вот я ходил, наблюдал за теми людьми, кто тут похоронен, за надписями. Тут похоронены графы, какие-то великие зодчие города Зальцбург. Ну и сам монастырь тоже действующий. Некоторые помещения открыты даже для туристов. Можно зайти. И очень маленькая, старинная, красивая церковь стоит посреди этого кладбища. Вот примерно. Можно зайти, конечно, она открыта, как и все церкви. И вот такое скромное убранство этой церкви. Ну, как бы по-монашески все это выглядит. Здесь, я так понимаю, служат монахи, свои службы проходят. Ну и также открыто для свободного посещения. Интересное вот такое надгробие. Здесь, как открытая книга, можно прочитать, кто там похоронен и закрыть опять. Надгробие, вот эти памятники, конечно, меня поразили своей красотой, что они так ухоженные все, что, в принципе, кто-то за ними наблюдает, поддерживает. Я думаю, может быть, тут монахи обеспечивают уход за этим кладбищем. Как вы видите, на заднем плане эти уже монашеские здания там видны. Здесь мы подходим к колесу, водяное колесо, которое обеспечивает движение фаникулера наверх. Вот на заднем плане вы видите эту дорожку фаникулера, а это колесо приводится в движение, отведенным потоком воды. Довольно мощный поток. И само колесо такое не хилое, не маленькое. И движется, и, видимо, какой-то там посредством механизма приводит в движение вот по этим рельсам дорожку фаникулера наверх, в эту крепость. Потому что пешком идти довольно прилично. Не каждому, конечно, пожилому человеку состояние его физической подготовки позволит. А оттуда же попадаем вот на такую площадь. Здесь стоит такой вот монумент, памятник открывателю или как бы первому производителю знаменитых конфет Моцарт. Моцарт-куголь, так называемых. Скульптура, символизирующая одиночество, я думаю, что. И дальше вот такие вот монументальные соборы стоят на этой площади. Есть что посмотреть, кто будет в Зальцбурге. Обязательно посетите эту крепость. Ну и пройдитесь по старому городу, тоже интересно. Спасибо всем зрителям, что остаетесь со мной на моем канале. Смотрите мои видео, мне очень приятно читать ваши комментарии. Ставьте лайки, пишите пару слов. До следующих встреч в новых видео. Всех благ вам в наступившем новом году. До встречи.